Сегодня поговорим о плющелистной пеларгонии или пеларгонии ампель. Здравствуйте, вы на канале Рослины. Еще совсем недавно такую картинку мы могли наблюдать в журналах или на экранах телевизоров, когда смотрели репортажи из Европы. Ну а теперь плющелистная пеларгония поселилась и у нас. Это неприхотливое растение хорошо подходит для того, чтобы украшать подоконники частных домов, балконы и террасы, чтобы красиво свисать с балконов городских квартир и украшать улицы городов, деревень, а также для вертикального городского озеленения. Пеларгонии в уходе нетребовательны. Их нужно подкармливать раза два в неделю, поливать, но не очень обильно. Если даже вы пропустите какой-то полив, то они не особо запечатаются. Ну, конечно, и следует злопотреблять. В таких балконных ящиках длиной сантиметров 20 находятся два растения. Но надо сказать, что растения эти прошлогодние, потому что вырастить такой объем листьев и цветов за один сезон для пеларгонии, в общем-то, проблематично. Для этого и существует черенкование. И если вы сейчас очеренкуете и заберете молодое растение в дом, и оно вас перезимует как комнатное, то в следующем году вы гарантированно получите вот такую красоту. Для подвесных горшков, балконных ящиков, ну, просто каких-то высоких напольных ваз. А вот такое растение получится из черенка, купленного в конце мая или начале июня. Как видите, оно, конечно, красиво, но больших объемов не нарастило к этой поре. А ведь нам нужна красота? Значит, перед нами дилемма. То ли нам купить растения в мае и июне, когда они продаются, то ли нам сохранить наши уже имеющиеся растения, почеренковать, занести в дом и обязательно сохранить вот это уже цветущее растение. Тут каждый выбирает сам. Подведем ток. Чтобы получить большое, красивое, достаточно облиственное и, можно сказать, отцветоченное растение на следующий год, нам нужно либо сохранить вот такое растение, оставить его перезимовывать дома, либо с него в феврале нарезать черенков, чтобы они уже к лету были гораздо лучше, чем вот этот экземпляр. Либо сейчас нарезать с него черенков, а они тогда у нас перезимут вот в таком виде и даже лучше. Они еще до морозов нарастут хорошо. И тогда нам вполне хватит материала, чтобы заполнить наши горшки, наши ящики балконные или террасные и украсить свои дома и квартиры. Ну, как поступить, это уж вам решать. Я все-таки вас убеждаю попробовать подчеренковать пеларгонию. Если вам это нужно, тогда приходите на канал. Мы с вами обязательно займемся черенкованием пеларгонии. А если вы считаете, что вы совсем не мичурен, ну что ж, приходите на канал. Мы постараемся вас убедить, что у вас тоже что-то есть от ботаника, любителя. Ну а сейчас, мои дорогие, я хочу вам передать вместе с моей соведущей привет, особенно моим первым двум подписчикам. Я очень вам благодарна. Я теперь знаю, что меня регулярно смотрят. Спасибо вам. Ну а теперь пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.